Великая октябрьская премьера. Центр столицы – самый большой зал кинотеатра «Октябрь». Киномеханик вот-вот запустит телесериал, достойный и большого экрана. Мы очень надеемся, что наша экранизация, ну хотя бы лет 15-20, будет радовать телезрителей и станет классикой. Герой октября, механика протеста НТВ в юбилей эпохальных событий взялся показать другую сторону революции – жизнь. Историю русской интеллигенции, описанную Алексеем Толстым в трех частях романа «Хождение по мукам». И знаете что? Очень скоро вы, и такие вот как вы, пыльный хлам, имперские ошметки, сами скоро выйдете вон отсюда. И никто вас даже больше не вспомнит. Бунтующая студентка с кренделями кос Лиза Расторгуева – это Светлана Ходченкова. В ролях тут звезда ленкома Антон Шагин, гоголь-центра Никита Кукушкин, Александр Галибин, Алексей Колган, Павел Трубинер – всех не перечислить. За главный дуэт сестер, влюбившихся в героев с разных сторон баррикад, играют Аня Чаповская и Юлия Снегирь. Новость о том, что арестовали царскую семью, ее не трогает ни капельки, потому что для нее это что-то абстрактное, что-то очень далекое. Она не понимает, чем это чревато. И только когда конкретно нападают на ее сестру беременную, когда конкретно она попадает в эту всю историю с Махно, но вот тогда она понимает, что это такое, что такое народный гнев. Холодный февраль 2017-го. Актрисы Снегирь и Чаповская мерзнут. Костюмы не самые теплые. В железнодорожном депо снимают сцену у паровоза настоящего того времени. Создатели сериала не стали строить ни одной декорации. Поставили задачу сложнее – найти действительные объекты и интерьеры той эпохи. Клеопатру снимать проще. Все знают, что у нее на голове был какой-то золотой горшок, и все остальное как бы уже фантазии и буйство этих фантазий – ничего другого. А у нас это эпоха, которую все знают. Уже есть фотографии, есть огромное количество материала, и любой любопытствующий человек может сравнить. Это Константин Худяков перенес на экран события, что произошли однажды в Ростове. Расстрел митингующих в 62-м. События 2014-2017 годов. Режиссер воссоздает с куда большей любовью. Камера его оператора от крупного плана Даши Булавиной улетает к снежным тучам, нависшим над пока еще Петербургом. И деликатно заглядывает под шаль Катя, только что рассказавшей мужу об измене. Сделано по всем законам и канонам настоящих художественных экранизаций, а не только тех советских, которые мы любим конкретно «Хождение по мукам», а наподобие проектов, как «Би-Би-Си. Война и мир» и многие-многие другие. Это сделано на высочайшем уровне. Испытание гигантским экраном – телеэкранизация классического романа прошла успешно. На титрах зал аплодировал. В эфире НТВ «Хождение по мукам» появится скоро. Дату телепремьеры все еще не разглашают. Уверяют – это сериал, которого стоит подождать.